Сколько вы? Сколько вы? Сколько вы? Это яйца. 14 февраля день святого Валентина, но в Японии он накладывает требования лишь на одну из половинок. Подарков в этот день ждут лишь от девушек. Но не только для любимых, но и для коллег по работе, для членов семьи и для друзей. Чтобы увидеть, почему страна пошла своим путем, начнем с истории. Одно из первых упоминаний купить шоколад в этот день для любимых уходит в 1932 год. Шесть лет ранее бежавший от большевиков белый эмигрант Федор Морозов открывает в городе Кобе собственную кондитерскую. До этого он с семьей живет в Америке, откуда, наверное, и появляется идея познакомить японцев с заморским праздником. К тому же в Кобе уже живет значительное число иностранцев, которым известна эта традиция. Поэтому Федор выпускает по-особому оформленные коробки шоколада и дает в газете тематическую рекламу. Для иностранцев и входящих в их круги образованных японцев на английском языке написано «Причудливая традиция отправлять Валентинки на традиция, которую стоит сохранить, потому что она дает каждому из нас возможность выразить нежные чувства и мысли, которые остаются невысказанными круглый год». И сегодня известный по всей стране элитный бренд Морозов называет себя первооткрывателем дня всех влюбленных в Японии. Однако сами Морозовы вскоре теряют свое дело. Начинаются судебные разногласия с акционерами, в результате которых семейство теряет свой бизнес и право использовать собственное имя в качестве торговой марки. Но тут же Морозовы открывают новую кондитерскую. Однако дело идет ко Второй мировой войне, когда людям уже не до сладостей. Плюс доходит и до того, что при авианалете сил США рабочие здания семьи уничтожаются. Кондитерская вновь переоткрывается под названием Космополитен. Дело идет успешно, да так, что в 1947 поступает заказ на подарочный шоколад для самого императора Японии. Вплоть до банкротства в 2006 бренд оставался на слуху у японцев как представитель элитного российского шоколада. Так в 1930-х и были посеяны первые ростки идеи дарить любимым шоколад на 14 февраля. Но постоянное участие Японии в войнах и ориентированность Морозовых на иностранную клиентуру отложило их цветение. Только вместе с послевоенным экономическим ростом страны укрепляется и культура Дня Святого Валентина. За продвижение традиции берется бренд конфет Мэрис и в 1959 им удается нащупать выгодную почву. Они выпускают шоколад в форме сердца в упаковках, на которых выделено место подписать от кого и кому этот подарок. На тот момент это милое нововведение. И Мэрис придумывают слоган Один день в году, когда девушки могут признаться мужчинам в любви. Я понимаю, сейчас это звучит как огромнейший сексизм. Но тогда, в обществе полностью доминируемыми мужчинами, этот шанс был с воодушевлением воспринят дамами. На этом желании участвует жизнь общества больше и продолжается рекламирование Дня Всех Влюбленных. Но есть еще одна догадка, от чего целью маркетинга были выбраны именно девушки. Послушаем мою учительницу по-японскому Азуми-сенсей. Пожалуйста. Поглядим на эту рекламу от бренда Lotte. Тут прям уже сильный фокус на том, что девочки дарят шоколад парням. Только поглядите на эту рожу, а? Паренек крадет сердца и не возвращает. «Шоколад приходит. Приходит весна», гласит пестрый заголовок. По данным метеостанции Lotte, в эти дни мужчины в ожидании 14 февраля уже полностью подготовились к надвигающемуся шоколадному фронту, который пройдет по всей стране. «Один из тех, кто ждет шоколадки, С.К. Кун, актер, 21 год, в интервью нам сказал, «Я хочу, чтобы каждый день был 14 февраля! С сегодняшнего дня я буду отсчитывать по пальцам его приближение!» Добавил он сияющими глазами, приговаривая, что его сердце трепещет от предвкушения. «Если вы подарите сердечный подарок, то в ответ и сами наполнитесь радостью. С шоколадом наступает весна». Видимо, потому что он так же тает и все пачкает, как типа этот проклятый снег на дорогах. «Понимаете, о чем я?» Такого же посыла придерживается ТВ-реклама шоколада бренда «Фудия». А вот еще один постер от Лотте. Тут, помимо конфет для второй половинки, подразумевается дарение и другим людям. В центре текст «Лишь одна всерьез». В этом году давайте подарим шоколадки всем дорогим нам людям. Лишь один день, чтобы проявить наши чувства, неправильно хоть кого-то обделить вниманием. Но все же, лишь одна шоколадка несет значение настоящей любви. От всего сердца подарите ее этому одному человеку. И пацаны в костюмах говорят «Боку ну агунки! Боку ну агунки!» «Моя шоколадка всерьез», то есть несет романтические чувства. Такой шоколад приобретает народное название «Honmei Choco» — «Шоколад истинных чувств». Но не у каждой девушки есть адреса для такого подарка, а поучаствовать в Дне Святого Валентина хочется, а брендам — продать побольше конфет. Потому появляются новые типы шоколадок. Для подруг — Tomo Choco. Для семьи — Kazoku Choco. Для коллег по работе — Giri Choco. Праздник начинает включать в себя не только выражение чувств любви, но и благодарности. Да и 14 февраля становится популярным социальным ивентом, когда можно проявить свою женственность. В школьные годы принято делать ручной шоколад, а это шанс невзначай показать свои кулинарные скиллы. Его дарят подругам, друзьям, членам семьи, папе, брату, дедушке и парню, если он имеется. Потому по итогу большая часть шоколада остается в кругу именно-то девушек. Даришь шоколад и получаешь его в тех же количествах. В идеале. Смотря какие подруги. Тут вот маркетологи не проиграли с целевой аудиторией. Мужики-то друг другу вручать конфеты не станут, а шоколад для любимой или любимого ограничен лишь одной покупкой. это... это? это? Это... это? Ура! Ура! Например, как лаппинг, то это можно активизировать. Так как только это экспертность. В этом случае мы объяснимаем это, как-то я бы все-таки очень много делалов, или как-то, если у меня есть время для того, как-то я делал, это как-то, Но можно вообразить, что у парней тоже разгорается соревнование в популярности. В таком возрасте особенно хочется получить внимание девушек, и шоколад становится отличным поводом для хвастовства среди друзей. Что ж, пора и нам поглядеть на 14 февраля в японской реальности. Пошли по магазинам. Так, а как мне выйти-то? Замуровали. Сначала зайдем в небольшой продуктовый магазинчик, комбини Фэмили Март. Тут под подарочные конфеты отведен один украшенный стенд. Шоколад в пределах от 300 до 1000 йен. Но это ничто в сравнении с творящимся в моллах ажиотажем. Едем на популярную станцию Икебукуро, где прямо над метро высится цепь торговых центров. День Святого Валентина тут почти уже синоним Дня Шоколада. Не только местные бренды готовят лимитированные товары на праздник, но и приезжают иностранные компании, шоколад которых в Японии в другое время года не увидишь вживую. На седьмом этаже этого ТЦ нечто словно конфетного экспо. Chocolate Paradise. Посмотрим, что предлагают. Мне угодил дизайн вот этих плиток из Франции. Классический такой, да? Но 2500 йен за упаковку. Дальше мечта всех школьников в стенд с динозаврами. В подтверждение популярности наборы уже распроданы. Я помню, тоже было хотел стать археологом, насмотревшись газет прогулки с динозаврами. Отпишите своего любимого, кстати, в комментариях. Я пойду со спинозавром. А вот уже стенд с распроданной коллабой с покемонами. У них были довольно интересные вкусы. Газировка, соль морских водорослей, в наборе чермандера есть перец чили, у бульбазавра зеленый чай матча с молоком и сакура. Еще один популярный в Японии зверь – голландский зайчик Мифи. Это уже подарок, подходящий для подруг. Так же, как и вот эти вот клубничные печенья. Без аниме, естественно, не обошлось. Это набор итальянских вафель вместе с сумочкой с персонажами моей геройской академии. Вафли плюс ультра толщины, может быть, наверное. Хупа, хупа, хупа. Сколько мне всего подарили. Подарили мне. Сколько всего подарков. А? Нико Энт, видите? Именной подарок даже вручили. Как думаете, это видео собрало бы больше просмотров, если бы оно называлось, типа, я попробовал шоколад за 100 рублей, за 1000 и за 10 тысяч. Наверняка бы, но... Вот этот набор из мини-версии шоколадок в форме сердца с орешками и с показанной рекламой FUGIA. Вот, на сегодняшний день это уже такая классика Дня Святого Валентина в Японии с арахисом. Пробуем. Знаете, вот этот запах арахиса сразу ударяет по комнате. Такая вот шоколадочка в форме сердца. Вот здесь и дешевые, но очень вкусные. Мое удобрение. Одобрение. Мое одобрение. Дальше у нас Niko End в таком уже специально подарочном пакетике. Очень такой, знаете, приятный, приятного вида. Коробка. Любимый японцами пластик. Обязательно. Ну и вот тут вот так вот. Шесть разных шоколадок тут в наборе. Клубника. Молочный шоколад. Молочный шоколад и белый шоколад. Горький шоколад. Я не знаю, что это. Мое мнение, что за его цену тут, конечно, маловато шоколадок. Попробуем вот эту. Ту, которую я не смог опознать. Похожа просто на очередной молочный шоколад. Внутри, типа, какой-то такой шоколадный крем, типа, пролины. Я не знаю, правда, что такое пролины. Кайф. Но дорого все равно. И последний образец нашего сегодняшнего исследования. Шоколад японского бренда Камакура New German. Из города Камакура, древнего города, под Токио. Я еще было спросил у сотрудников, продавцов, что означает New German. Они супер переполошились. Мне было неловко. И так и не смогли ответить. Поэтому, если вы знаете, свяжитесь со мной в комментариях, что означает New German. Это что-то связанное с шоколадками. Наверняка. В общем, да, такая вот роскошная коробка. Впечатляющая коробка, которую я буду использовать под хранение чего-нибудь. И внутри у нас шоколадки. Аджисай чоколад. Это шоколадочки в форме гортензии. Аджисай — это и есть гортензия. Японский. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, двенадцать штук шоколадок. О, нет, нет, смотрите. О, еще и разных вкусов. Вот клубничная вроде бы. Похожа на клубничную, да? Такого цвета сакуры. Корький шоколад или молочный шоколад. А, молочный шоколад. Вот, молочный шоколад. И еще белый шоколад тут. А, почему? Почему гортензия? В общем, в Камакуре есть храм, знаменитый своими гортензиями. Так что, скорее всего, поэтому. Я попробовать забыл. Ух ты, смотрите, как тут японцы опять со своими упаковками. Это тот экспириенс, за который я готов платить. Такая вот шоколадочка. Формула гортензии. Красиво, искусно. Ммм, хорошо, что я все это, типа, одним дублем снимаю. Мне не приходится, типа, намного шоколада кушать. Кайф, кайф. Нежный такой молочный шоколад. Ну, мне все понравилось. Сложно выбрать победителя, честно говоря. Давайте я отдам свой победный голос шоколадкам Фуджи с арахисом. Потому что это дешево и вкусно. И арахис. И прям там, ну, там не пожалели арахиса. Там она так хорошо набита арахисом, шоколадка. Это был обзор шоколада от Нико. Японского шоколада от Нико. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите, какой шоколад мы будем есть следующим. Так мы и доходим до наших дней, когда День Святого Валентина закрепил себя как праздник, когда девушки раздаривают шоколад. Поглядим на еще одну рекламу, отражающую текущее восприятие праздника. Опять, кстати, от Лотте реклама. Где мои деньги за промоушен, да? Корейцы. Корейский бренд вроде. Формы любви не ограничиваются лишь романтическими чувствами и обязательствами. Тут малость остановимся на последнем. Гири можно перевести как чувство долга, обязательство, порядочность. И это тот шоколад, который дарят из приличия, в качестве благодарности коллегам по работе или схожим категориям. Читаем дальше. Растет число людей, наслаждающихся новым видом Дня Святого Валентина. Подружки обмениваются шоколадом. Парни дарят презенты девушкам. Тут не имеются в виду романтические отношения. И комнаты для совещаний озаряются, когда начальник раздает подчиненным благодарственные сладости. Любовь нельзя делить лишь на две категории. На романтическую исчезу долго. Нежное желание порадовать семью. Благодарность тем, кто всегда рядом. Запутанные чувства к тому, с кем вы бы могли быть парой. Пока люди продолжают соприкасаться друг с другом, любовь будет существовать. Так почему бы в этом году не насладиться Днем Святого Валентина более свободно, по-своему? Мы думаем, что чем больше людей смогут выражать свои чувства, тем радостнее станет этот мир. Гиричоко, учтивый шоколад для коллег, наверное, наименее популярная часть праздника со своими противниками. Так, среди оброшенных работающих девушек 83% не хотели бы дарить своим коллегам сладости. Но и среди мужчин много тех, кто не хочет их получать. 61% не рады шоколаду, хотя, казалось бы, чего бы деловаться. Но полученный 14 февраля подарок накладывает обязательство сделать ответный презент через месяц. 14 марта в белый день уже парни дарят девушкам конфеты. И правильным тоном считается сделать ответный подарок дороже полученного. Кстати, если девушка 14 февраля получила конфеты, например, от подруг или коллег, но не дала им сразу же что-то в ответ, то она тоже сделает это 14 марта. Очень важно в Японии делать ответные вот такие подарки. Но поскольку именно девушки делают ход первыми 14 февраля, естественно, это они попадают под риск не получить ответную сладость. По опросу 2019 года, лишь чуть больше половины парней намеревались сделать ответный подарок на белый день. Так что женский бунт поддержал бренд бельгийского шоколада Goodiva. На странице влиятельной бизнес-газеты они прямо призывали. Давайте прекратим традицию обязательного шоколада. Есть девушки, которые не любят День Святого Валентина. На подготовку к гирячоку тратятся и силы, и деньги. И мы в годиво чувствуем, что в нынешнее время без такой традиции будет лучше. День Святого Валентина должен быть праздником выражения ваших чистых чувств, а не днем укрепления рабочих отношений. Потому мы обращаемся ко всем мужчинам, и в особенности к занимающим руководящие посты. Скажите девушкам, чтобы они не беспокоились о гирячоку. Мы желаем, чтобы больше людей испытали наслаждение от выражения своих эмоций. Ты мне нравишься, я люблю тебя, спасибо тебе от всего сердца. Это не те слова, которые вы скажете лишь из вежливости. Это отклик вашего сердца, который мы отныне и прежде так ценим. В общем, Газиво хочет, чтобы денюжки шли не на дешевые шоколадки для коллег, а на премиум подарок для вашей половинки. Ну и романтика в их словах тоже есть. Тут я соглашусь, что будь то шоколад для коллег, для друзей или для любимых, если подарок становится обязательным, то он теряет свою искренность. День Святого Валентина хоть и стартовал, как способ продать побольше шоколадок, сначала стал социальной революцией в японском обществе. Но сегодня исполняет обратную функцию, ограничивает инициативность девушек одним днем в году, когда они действуют словно из-под давления ожиданий. Но этот праздник далек от того, чтобы покинуть Японию. Страна поглотила его, ввязав свою поп-культуру. Это добрый, милый праздник, когда все-все обмениваются шоколадками, делая жизнь слаще. А, как я завернул. Кака, красиво, сладкие слова говоришь. В общем, да, спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Мне без них грустно. Очень прошу комментариев. Может, что-нибудь смешное и глупое. Не парьтесь вообще. И присмотрите предложенное видео. Посмотрите ссылочки на Азуми-сенсей. Я оставил ссылку на ее YouTube, на ее профиль Вайтолки. Если вы захотите взять у нее личные уроки, очень рекомендую. Все, ребят, пока. Берегите себя. Кушайте шоколад.